Плавание на спине Судья должен следить за тем, чтобы пловец находился в положении на спине на протяжении всей дистанции. При плавании на спине спортсмен разрешается совершать удары ногами любым способом. Какая-либо часть тела пловца должна разрывать поверхность воды на протяжении всей дистанции, кроме старта и каждого поворота, когда пловец может находиться под водой до 15-метровой отметки. С бокового бортика бассейна судья по технике плавания должен следить, чтобы голова спортсмена разрывала поверхность воды до или на 15-метровой отметке. Во время прохождения дистанции пловец должен разрывать поверхность воды любую часть тела до следующего поворота. Голова данного пловца разрывает поверхность воды на 15-метровой отметке, и это соответствует правилам. Голова данного пловца разрывает поверхность воды за 15-метровой отметкой, и это является нарушением правил. Спортсмен должен быть дисквалифицирован. При выполнении поворота пловец должен коснуться стенки бассейна на своей дорожке любой частью тела. Во время поворота плечи могут быть опрокинуты по вертикали к положению на груди, после чего сразу же следует либо один непрерывный грибок одной рукой, либо один непрерывный грибок одновременно двумя руками для начала поворота. Когда тело спортсмена перешло с положения на спине, он должен сразу начать поворот. Спортсмен должен вернуться в положение на спине или на боку по отношению к вертикальной оси боссе и отталкивания от стенки. Проще говоря, пловец должен перевернуться на грудь и сделать один или два одновременно грибка руками и продолжать делать удары ногами, пока эта часть дистанции является зоной выполнения поворота. Он может выполнить один или два одновременно грибка во время выполнения поворота. Он не может сделать сборщик грибков, даже если он находится слишком далеко от стенки. Когда рука или руки закончили свои движения, спортсмен должен выполнить поворот. Пловец может дотронуться к какой-либо частью тела до разделительной дорожки или плыть вдоль нее, при этом подтягиваться за дорожку категорически запрещено. Пловцу разрешается совершать удары ногами только если это является частью исполнения поворота. Пловцу запрещается отталкиваться от стенки бассейна, если это не является частью поворота, чтобы сократить дистанцию перед поворотом. Это будет считаться неправильным. После поворота на грудь спортсмен должен немедленно начать поворот. Этот спортсмен совершает неправильный поворот. Поворот считается неправильным в том случае, когда пловец отталкивается от стенки бассейна не в положении на спине. Правильным считается, когда пловец начинает вращательные движения, пересекая вертикально положение на груди, касаясь бортика любой частью тела до начала выполнения поворота. Затем пловец может выполнить поворот любым способом, если его плечи находятся на или около вертикальной оси к спине, когда ноги отрываются от стенки. Пловец не разрешается дотягиваться до стенки, если он не рассчитан расстояние до поворота. Судьям достаточно сложно судить правильность выполнения поворота при плавании на спине. Запомните, все сомнения трактуются в пользу спортсмена. При судействе поворота судье необходимо стараться находиться по центру дорожки, и когда пловец переворачивается при вертикальной оси к груди, он должен следить, чтобы все движения ассоциировались с выполнением поворота. Также необходимо следить за тем, чтобы пловец находился на спине во время отталкивания от бортика бассейна. Основное судяйство поворота при плавании на спине – следить за движением всего тела спортсмена. Кребок руками начинает поворот, за ним следует собственное выполнение поворота. На финише пловец должен коснуться стенки, находясь в положении на спине. Прохождение дистанции заканчивается, когда какая-либо часть тела пловца коснется стенки. Наблюдая за финишем спортсмена, следите, чтобы тело спортсмена не было полностью погружено в воду при касании стенки. Вспомним основные моменты при судействе плавания на спине. Плавец должен находиться в положении на спине на протяжении всей дистанции. Голова спортсмена должна разорвать поверхность воды на 15-метровой отметке. Спортсмен может выполнять удары ногами любым способом. При повороте спортсмен может коснуться стенки любой частью тела. При выполнении поворота спортсмен может перевернуться на грудь, совершая один непрерывный грибок одной рукой, либо один непрерывный грибок одновременно двумя руками для начала поворота. Совершая поворот, спортсмен должен находиться на или около вертикальной оси к спине во время отталкивания.